Вот граница моего района, левый берег реки Вертопрашихи. Мост обязан ремонтировать мой сосед, то есть лопата. Вот граница моего района, правый берег реки Вертопрашихи. Мост обязан ремонтировать мой сосед, товарищ Борщ. Товарищи Борщ и Лопата из знакомой всем советской комедии уже стали именами нарицательными. И если еще несколько десятков лет назад известный сатиристический этюд вызывал лишь смех, то сегодня такая ситуация – повод для слез. Жильцы многоэтажки по улице Июньская стали заложниками того, как специалисты двух ресурсоснабжающих компаний пытаются уклониться от исполнения должностных обязанностей. Итак, в левом у клунинга УК Домоуправления, в правом – повелительница теплоузлов ТГК-14. Вот у нас 19 мая отключили горячую воду, и по сегодняшний день ее вообще нет. Я не знаю, вот мы обращали в управляющую компанию, управляющая компания нам сказала, что это проблема ТГК. В ТГК тоже жильцы обращаются, а ТГК говорит, что якобы проблема с управляющей компанией. Разбирательство длительностью месяц, да только любопытное дело, представители компании ко взаимному диалогу не готовы. В качестве посредников выступают сами жильцы. И конфликт уже порядком надоел. Более того, версии отсутствия горячего водоснабжения меняются завидной периодичностью. Еще недавно начальник управляющей компании показывал жителям снимки с доказательствами вины ТГК-14. Сегодня же появляются иные объяснения. По словам управляющей компании, в нашем доме сломался водонагревательный элемент. И они обещали своевременно, в разумные сроки, исправить эти неполадки. Значит, на сегодняшний день, получается, наш трехподъездный девятиэтажный дом полностью заселенный, находится без горячей воды. На стенах подъездов объявление, мол, со дня на день вода появится. Да только вот заветная дата еженедельно отодвигается. И как по старинке жители вынуждены греть воду на плите. Так кто же прав, а кто виноват в столь досадном обстоятельстве? Наша съемочная группа попыталась разобраться с этой дилеммой самостоятельно, посетив обе компании. В домоуправлении перед нами захлопнули дверь, закрывшись на ключ изнутри. Я заняты. А мы долгого ждать будем? Нам пару вопросов вам нужно задать. Впрочем, не удалось нам пообщаться и с представителями ТГК-14. Из внушительного списка специалистов удалось связаться лишь с одним. И то звонок оказался не по адресу. Давайте так. У нас есть профильный зам. Гайчук Василий Анатольевич. Заместитель генерального директора по сбыту. Он может с вами пообщаться. А он сейчас, вы не знаете, на месте, нет? Да, я думаю, на месте. Однако заместителя на месте не оказалось, как и иных специалистов компании. Оправдание одно – пандемия. В здании никого нет. Так что же из этого выходит для того, чтобы получить помощь, нужно дождаться окончания карантина, отвечают лишь в соцсетях. Уже сегодня водоснабжение будет восстановлено. Ведь причина, как оказалось, в ремонте теплосетей. Срок, которому, напоминаем, целый месяц. Ника Новак, Дмитрий Пенигин, Николай Шенков, ЗАПТ-ТВ.